Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог» в студии Николая Пивненко. И хотя мы находимся в новогодней студии, по-прежнему разговор у нас будет сегодня совсем не веселый. Будем говорить о наркомании. Даже не столько о наркомании, сколько о том, что наши школьники уже начинают употреблять новые химические вещества, и можно ли их называть наркотиками, и как распознать, что ваш ребёнок стал немного не таким. Поможет нам в этом сегодня врач-психиатр, нарколог, исполняющий обязанности заведующего отделением Люберецкого наркодиспансера Павел Александрович Минаков. Павел Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот все врачи чаще ругают эти длинные каникулы новогодние, потому что за это время даже самый трезвый человек, если он чуть-чуть употребляет, назовём это так, он может превратиться, ну, по крайней мере, зависимость алкогольная может у него появиться. Это действительно так? Ну, не совсем сказал. При однократном употреблении, наверное, не будет того состояния, которое характеризуется. Если все восемь дней. Если все восемь дней, это можно назвать, да, уже такой мини-запоем, скажем так, да, и проблемы уже будут возникать, собственно, как соматические, так и психологические. А вот как психиатр, вы относитесь вообще вот к этим длинным праздникам, когда люди от стола к столу, ну, там, понятно, Новый год, там, 1 января, 2 января, как раньше было, да, с 3 уже на работу. Вот, ну, сейчас из-за того, что Рождество стали опять отмечать, решили сделать такие длинные праздники. С психологической точки зрения это на нас влияет, потому что очень тяжело из этого выходить. Ну, с психологической точки зрения организм как бы привыкает к большим выходным дням, да, то есть как бы все абсолютно праздники и застолья, которые происходят у нас в стране, к сожалению, наверное, вот большие такие каникулы новогодние. И с одной стороны это хорошо, но с другой стороны это плохо для организма, потому что бывает крайне тяжело восстановиться, да, потому что праздники... Отпуск надо брать. По сути, да, да, надо брать отпуск, наверное, даже. Тяжеловато будет людям выходить, ну, как правило, если, в особенности, если они будут что-то употреблять, как правило, алкогольные напитки, бывает вот крайне сложно начинать работу с 9 января. Ну, то есть, грубо говоря, лучше всего так, приятные ожидания, наверное, самое лучшее, это когда мы ждем, что вот там 25 декабря, 29, а потом вот уже 31, да, сейчас споры шли вот в 2019 году, каждый год, это, кстати, не обращают внимания на это люди, все говорят о том, что 31 декабря надо сделать выходным днем, но психологически, наверное, 2-3 дня достаточно. Но с другой стороны, ведь если не говорить об алкоголизме, о нарушениях, люди вполне могут воспользоваться этим, чтобы куда-нибудь съездить, посмотреть мир, да, но об этом надо летом еще. Заранее думать. Думать, что заранее, чтобы успеть купить путевки. Ну, да ладно, не совсем тема этого сегодняшнего разговора, поговорим мы о проблемах, которые стали нарастать, нарастать, причем довольно-таки с большой скоростью. Речь идет даже не столько, вы у нас являетесь еще наркологом, не столько даже о наркомании, как уже таком элементарном, да, факте, который имеет место в жизни нашего общества. Кто-то с этим сталкивается наяву, кто-то, к сожалению, в этом активно принимает участие, кто-то понаслышке, да, где-то что-то слышал и видел. Но вот тут еще появляется проблема неких детских зависимостей, школьных зависимостей, потому что многие взрослые, даже не зная, что, собственно, их дети, пытаются употреблять какие-то новые вещества, вещества, часто, я так понимаю, изобретенные какими-то химическими способами ненатурального, скажем так, содержания. И незаметно ваш ребенок может все-таки стать наркоманом. Может не стать, но, к сожалению, может и стать. И вот сегодня с Павлом Александровичем мы пытаемся разобраться. Прежде давайте мы сегодня поставим некий такой диагноз. Что такое наркоман сегодня, считается, с точки зрения вашей профессии? Ну, наркоман – это человек, в принципе, зависимый, да. Так. От чего? Зависимый от психоактивных веществ, которые принесены законом в список запрещенных на территории Российской Федерации. Если эти вещества являются узаконенными, ну, например, как лекарство, а может быть же и лекарственная зависимость, да, это будет называться, по сути, токсиком о ней, потому что вещества не принесены законом к наркотическим. То есть если рецепт врачом выписан, и это лекарство имеет какие-то средства, которые, ну, в другом месте бы назвали наркологическими средствами, то есть это ему как бы для состояния здоровья, да, выписывает врач? Только по рецепту тогда получается? Нет, вот есть, да, не медицинское употребление лекарственных препаратов, да, а это, по сути, токсикомания, потому что очень часто развивается зависимость у независимых, значит, людей, которые там по совету каких-то своих знакомых, либо там, не знаю. То есть это без врача, то есть кто-то сказал, что у тебя вот это болит, вот пей это, и они потихонечку на это подсаживаются. Да, такие случаи бывают, причём достаточно часто. И очень часто из этого, из токсикомана они могут перейти в разряд наркомана, это уже зависит от желания ещё чего-нибудь получше попробовать, в кавычках, да? Ну, это крайне редко, обычно, когда употребляют лекарственные препараты, они на них сидят, вот, большая проблема. Ну, просто человек же, он просто себе говорит, что вот я выпиваю, да, ещё эффект такого психологического плацебо, да, выпиваю, мне легче становится, а надо пить, не надо, это уже другая история. Но это токсикоманы, да, это немножко другая история. А вот наркоман, это что сегодня, вот, кого вы можете написать диагноз, как он пишется, наркоман или как, наркозависимый? Ну, наркозависимый по МКБ есть международная классификация болезней, которая сейчас работает как бы весь мир, да, пока она 10-го пересмотра, этого ещё нету. Согласно этой классификации, все люди с зависимостями, диагноз звучит, да, психические, поведенческие расстройства в следствии употребления определённого вещества, в зависимости от того, что он употребляет. То есть, да, то есть есть наркоман, героиновый наркоман, как бы это неправильно, но это уже не то, что неправильно, а не так звучит, потому что всё-таки люди зависимые, это люди больные, такие же, как люди с сахарным диабетом, там, артериальной гипертонии, поэтому правильно не говорит зависимый человек, а не наркоман. Ну, вы же понимаете, что у общества свой взгляд, у профессионалов свой взгляд, да, вы же слышали, у нас депутаты предлагают наркомана, некоторые депутаты считают, что если человек употребляет какие-то средства, наркоман, он преступник, то есть его нужно сажать в тюрьму, а не лечить. Это сегодня не совсем тема нашего разговора, такая дискуссия, и тут, наверное, должны присутствовать разные стороны. То есть, я так понимаю, что сегодня, когда человек поступает к вам зависимый, вы уже устанавливаете, от чего он зависит, без чего он не может существовать, и дальше идут вот эти все уже страшные картинки, которые каждый воспринимает в меру своей вовлечённости в эту историю. Вот на конец 80-х годов прошлого века, 90-е годы, особенно 90-е, когда всё было практически можно, ну, может быть, нельзя, но как-то особо на это никто не смотрел, 2000-е годы, всё это существовало, всё это было, ну, мы видим, что и в других странах, да, то есть наркотики, к сожалению, даже не знаю, не то, что победить, наверное, приблизиться к этой победе не удалось, поэтому, к сожалению, заболевания, как вы говорите, или преступления, как кто-то другой говорит, они продолжаются. Но вот что интересно, в кавычках, опять же, интересно, за такими традиционными наркотиками, которые существовали давно, которые научились тоже делать, наверное, химическим способом, или научились делать эти вещества тоже химическим способом, но более серьёзного воздействия на человека, у нас стали появляться всякие другие, которые, я так понимаю, не попадают пока ещё в разряд запрещённых, и вот как раз на эти средства и подсаживается наша молодёжь. Это действительно так? Да, это действительно так, потому что последние вот уже несколько месяцев, в России большая проблема снюса, это табачные смеси, которые официально продаются в табачных магазинах, но концентрация, грубо говоря, одной дозы этого снюса, пакетика, такие цветные коробочки внутри с пакетиками, в каждом пакетике, если взять сигарету одну или пачку сигарет, это 10 миллиграмм никотина. Вот один пакетик в среднем от пачки до трёх содержит никотин. Один маленький пакетик? Один маленький пакетик, да, и, соответственно, та доза вещества, которая попадает в организм молодой, как правило, потому что это идёт сейчас большая проблема среди школьников и обучающихся общеобразовательных учреждений. И потребляя эти вещества, мгновенная эйфория, никотин сам по себе является стимулятором, он никак не успокаивает, кто бы как бы не говорил. То есть просто вот что-то такое происходит с человеком? Стимулятором, является стимулятором. При употреблении, если не развивается быстро очень интоксикация, я имею в виду психические расстройства различные, они могут быть таком стимулятором является, психостимулятором чистый никотин. Разъедая слизистую оболочку, его закладывают обычно там либо за щёку, либо под язык этот пакетик, моментально колоссальная доза никотина попадает в центральную нервную систему, может развиться в том числе до остановки дыхания и привести к смерти, потому что в Российской Федерации уже в результате случаи детской смерти от однократного употребления СНЮС. В интернете идёт большая такая вот акция, компания по поводу продвижения этих смесей. Как они называются с точки зрения, ну раз они у нас не запрещены, то вот приходят... Табачные смеси. Табачные смеси, да, простое такое словосочетание, которое несёт за собой, ну как бы... Ничего как бы страшного. Я как человек, который уже 21 год тому назад бросил курить, да, всегда курил 20 лет, как говорится, время это прекрасно помню, тогда и как раз попал ещё в период, когда и сигаретные были бунт, потому что сигарет не было, выходили, перекрывали, да, страшные времена были. Но тогда табак воспринимался, ну просто как табак. Но если мы вообще возьмём, там, какой, 19 век, когда нюхали этот табак, да, то сейчас совсем всё другое. То есть мы во второй части, давайте сейчас обсудим, как правильно нам распознать, что ребёнок стал употреблять что-то не то. И я так понимаю, что рядом со СНЮСами, да, вот этими табачными смесями, существуют какие-то ещё вещи, которые тот, у кого не остановится дыхание, да, он захочет идти дальше и пробовать. Напомню, что у нас в студии Павел Александрович Митнаков, врач-психиатр, нарколог, с которым мы обсуждаем очень важную проблему о том, что, возможно, даже ваши собственные дети могут уже стать такими вот предвестниками наркомании. Надо за ними следить. А как следить и что подзаметить, заметить, мы узнаем через некоторое время в программе «Открытый дело». Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня мы говорим о вещах невесёлых, о наркомании или, скажем так, от предтечи наркомании. В общем, о тех веществах, которых, к сожалению, становится всё больше, и не все они попадают в запрещённые, а дети очень быстро о них узнают, начинают их использовать. И как это всё происходит, и как заметишь, что с вашим ребёнком что-то произошло не так, поможет нам в этом разобраться Павел Александрович Митнаков, врач-психиатр, нарколог, исполняющий обязанности заведующего отделением Люберецкого наркодиспансера. Мы остановились на том, что вот появились эти табачные смеси, такое простое название, но ведь был какой-то, даже, по-моему, ещё в 18-м году запрет на что-то подобное. Как они назывались-то? Тогда были спайсы. Спайсы, да. Спайсы в своё время, как бы Роспотребнадзор взялся, да, это активно стало запрещаться, потому что были большие последствия употребления. Спайсы – это тоже же, да, как бы табачное что-то такое? Это курительные смеси, это не табачные, курительные смеси изначально, так как не надо было ни сертификатов, ничего, они продавались в свободном доступе, куча была рекламы даже на территории Люберецкого района, и на асфальтах, и везде вывески различные, там, рекламные. Или если кого-то могут поймать за распространением спайсов, это уже уголовно. Это уголовная ответственность, да, 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 совершенно верно. Список наркотических запрещенных препаратов. То есть он существует и у вас, как у специалистов, и у правоохранительных органов, которые должны этим… То есть если человек замечен за распространением, против него возбуждается уголовное дело. А если человек употребляет их, и с ним что-то происходит, то… Тоже есть уголовная ответственность, да, есть статья 2.28, часть 1. За не распространение, а за хранение для личного употребления тоже есть уголовная ответственность. И хорошо, если за распространение какие сроки сегодня могут быть? Ну вот тут я вас, наверное, не сориентирую, но, наверное, от 5 лет как минимум лишения схода. А за употребление меньше? Меньше. Мы говорим сегодня о том, как родителю распознать, что с ребёнком что-то произошло не так. Так как от сигарет, допустим, если ребёнок курит обычный сигарет и запах, можно учуять. Мне отец в первый же день сказал, что ты куришь. Вот в первый раз, я первый раз попробовал, так сказал, так что от этого не уйдёшь. То есть с сегодняшнему, то есть с этими снюсами, да, они не имеют, как бы они не вдыхаются, то есть нет этого горения, нет запаха. Но самое первое, что бросается в глаза, это либо слегка возбуждённое состояние ребёнка. Такая нездоровая возбуждённость. Да, нездоровая возбуждённость, либо наоборот торможение. При этом глаза, глаза, то что касается, будет инъекции, красные глаза, вот, и ребёнок может себя вести не так, как всегда. Это самое первое в поведении, я имею в виду. Он либо очень, гораздо большее время проводит один, да, немножко какой-то подторможенный, засыпающий, либо наоборот перевозбуждённый и начинает постоянно что-то делать. Это от дозы зависит, это от вещества зависит, даже от того, что снеус. Ну, смотрите, если мы возьмём человека, который, ребёнка, да, пытаемся вспомнить себя, если он, например, не употребляет, но очень похож, да, но человек пришёл, там, устал после школы, да, он может сказать, что, ну, там, не трогайте, я устал, пошёл отдыхать. Или наоборот, прийти перевозбуждённый, потому что у нас сегодня то-то было, то-то было и так далее. Вот как отделить такую нормальную эйфорию от ненормальной? Ну, самое-самое простое то, что есть на сегодняшний день, да, это аптечные сети, в них продаются тест-системы и тесты на никотин, самое простое. Ага, а как её незаметно? Ну, ну, как незаметно, нет, в баночку ребёнок может там в контейнер сходить, поставить этот тестик и будет сразу снес, в принципе, табачное изделие там никотин. То есть через мочу имеется в виду? Через мочу, самое простое, это проводится в домашних условиях, проблем не вызывает. Если есть у законного представителя какие-либо подозрения по поводу употребления того же даже снюса, говорю, есть самые простые, это тест-системы и тест-полоски на никотин, которые можно приобрести в аптеке, и чтобы быть уверенным, просто хотя бы протестировать на это вещество. А она как работает? Прикрепить надо к телу? Нет, 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 нет. Сдаётся анализ мочи, ну, мочится, ребёнок-то, человек мочится, ставится тест-полоска, открывается, ставится, и всё, собственно, да. Как это сделать, незаметно, может быть, или невозможно незаметно это сделать? Ну, незаметно, можно сказать, ребёнку, я понимаю, может быть, что нужно сдать анализ там, да, для поликлиники. А, ребёнок будет не в курсе просто, что это будет правильно. Для чего, да. Да, это, кстати. А была же идея, что, ну, идея, которая, например, мне не очень нравится, потому что как бы изначально мы сомневаемся, да, в детях, ну, на нарко, на приём наркотических средств, такая глобальная. А вот на таком этапе, может быть, действительно делать какие-то анализы, сдавать, ну, проверять. А, ну, вот то, что касается анализа и диагностики, глобально, на территории всей России, в том числе городского округа Люберцев в течение пяти лет уже есть 581-й приказ Минздрава. Вот. Он распространяется, собственно, на обучающихся школьных, на школьников, да, на обучающихся в школах обучающихся. Вот. Этот приказ предусматривает проведение диагностического тестирования, профосмотра на предмет раннего выявления потребителей наркотических средств. То есть это, грубо говоря, с 13 лет, да, школьники, обучающиеся в образовательных организациях, сдают анализы и проходят профосмотические медосмотры на наличие этих наркотиков. Это все согласие, к сожалению, если бы было бы, что у нас это не добровольно, а принудительно, тогда бы охват был полноценный. А сколько соглашается процентов? Или, скажем, лучше так, сколько не соглашается? Есть такие цифры? Ну, есть, если, допустим, так взять утрированно, в целом, да, этот год уже заканчивается, да, могу сказать. Уже закончился, 19-го уже закончился. У нас еще пока не закончился. По отчетности, да. По отчетности, да. Вот, там из 12 тысяч 9 тысяч прошли эти профосмотические медосмотры на территории городского округа Люберца, обучающихся. Значит, из 12 обучающихся прошли 9, а 3, значит, отказались. Отказались, да. А почему отказались? Ну, это либо родители, вопрос хороший, либо сами дети, которые, может быть, что-то употребляют. А вы за то, чтобы была обязаловка? Диагностика раннего явления помогает, помогает в дальнейшем остановить и не дать тому, чтобы ребенок начал употреблять что-то более тяжелое. Потому что после табака, снюса и всего остального переходит обычно на гашиш. Давайте закончим с темой вот школьной темы табачных смесей. То есть родители должны внимательно смотреть за своими детьми, постараться пройти этот осмотр. И вот скажите, очень часто, ну, наверное, каждый второй человек, может быть, кто-то из наших телезрителей, в молодости, там, курение, первая сигарета, первый алкоголь и так далее, ну, кажется, надо же все попробовать, да, в этой жизни. И такая легкая, я-то не буду зависимым, и потом всю жизнь курит, например, да, ничего не может с собой сделать. А кричал, стучал себя в грудь, что я вот только попробую, в любую минуту могу отказаться. Процент возможной зависимости у ребят, которые начнут вот эти снюсы, табачные смеси употреблять, он, ну, сколько человек может отказаться, скольких можно с помощью вот этих проверок или разговоров, или вовремя увидеть это, да, сколько можно спасти процентов? Потому что все равно же, наверное, кто-то пойдет дальше. Ну, кто-то, возможно, и пойдет дальше. Если брать процент, сколько, скольких можно остановить, но это процентов 80-85, а то и 90 все, потому что зависит от того, как законные представители относятся. Законные представители, это вы так родители называете? Родители, да, потому что многие... Видите, как врач-психиатр, осторожно, законные представители. А кто такой законные представители? Родители. Родители, да. Скажите, пожалуйста, Павел Александрович, еще такой вот важный, на мой взгляд, вопрос. Но мы же понимаем с вами, что если ребенка заметили и так далее, очень многие дети, ты им говоришь вот одно, а они как раз наоборот делают. Как правильно потом с ребенком себя вести, чтобы его, ну, не дай бог, да, вы же не скажете, возьму же за руку, поведу к наркологу, ну, там где-то стыдно, где-то не стыдно, самим родителям стыдно. Как правильно это красиво сгладить, чтобы отучить? Родители и ребенок договариваются, и, как правило, просто проход даже профилактически к наркологу останавливает очень много, это примеров уже много ярких. Нужен правильный подход. Подход, да. А что вы рассказываете, вот, чтобы ребенок вышел и понял, что он никогда больше этим не будет заниматься? Это же очень важно. Ну, последствия употребления рассказываем, вот, и не только рассказываем, но и показываем, потому что куча есть медиаматериала, да, что бывает потом, да, то, что касается организма, какие последствия от этого употребления, и на что, как правило, переходят, ну, и, как правило, это жизнь потом либо за решеткой, если это наркотики, если его там задерживают, и другие. Вариантов очень много там, где, на что можно, там, скажем, надавить, чтобы ребенок понимал, что это плохо, это вредно, это нехорошо, некрасиво и немодно. И работают? Ну, работают, к сожалению, просто, говорю, обращаются не так-то много, как, не то, что хотелось бы, а как надо. Вы понимаете, ну, ребенок, мы же тоже с вами были маленькими, нам вот говорят, как хорошо действовать, а мы как бы послушали, ну, да, да, вы там все рассказываете, а жизнь, она совсем по-другому. Им же с другой стороны тоже, наверное, что-то рассказывают, ну, с черной стороны, рассказывают, что да, ну, что там его слушаешь, ничего страшного не будет. Вот это та-та-та-та, то есть ты же не наркоман, это всего лишь легкое объяснение. Ну, вот, к сожалению, да, то, что касается детей, да, психика формируется в среднем к 21 году, и критика появляется к состоянию в целом, вот. И когда бывает до 21 года, это недопрогноз, и, как правило, ну, дети, или, может быть, уже даже совершеннолетние, да, молодые люди, не понимают, что даже однократное употребление каких-то веществ может вызвать большую, сильную зависимость, с которой придется очень долго потом утром бороться. А сколько средняя продолжительность жизни не наркомана, который распространяет, да, зачастую распространитель, он же наркоман, потому что такими проще управлять, а именно вот, который употребляет, средняя продолжительность, есть какая-то цифра, ну, так уже на серьезных наркотиках сидит? Ну, на серьезных это 35-40, не больше. Максимум 40 лет. Ну, как правило, да, умирают-то не от самой наркомании, а от последствий употребления, от вторичных инфекций, либо других вещей уже. Ну, дальше там уже весь... Просто действительно нужно иногда посмотреть что-нибудь, увидеть, посмотреть, каким человек был и во что он превратился. И мы знаем, что и алкоголизм, и наркомания, все это присутствует. Но закладки, о которых вы говорите, они по всей стране. К сожалению, да, по всей стране. Что такое закладка, кто не знает, это способ распространения, да? Странения наркотического. Когда человеку платят деньги, он ищет где-то эту закладку. Вот скажите, это же невозможно побороть? Вот вы как психиатр, как нарколог, почему человеку свойственно стремиться к этому? Стремиться, но... Ну, одним понятно, деньги. Это мы не обсуждаем. Употребляющим, как правило... Все-таки кайф, хочется ловить кайф. Тот кайф, да, то состояние безмятежности, может быть, и эйфории, повышенного настроения, либо других каких-то вещей, которые человек не может, в принципе, в нормальной жизни достичь. Потому что можно же, простите, получить адренальный прыгнул с парашюта, или, там, не знаю, прочтя книгу. Каждый получает свои положительные эмоции от того, что ему нравится. Но не все могут найти это. Но означает ли это, что, может быть, жизнь так устроена у человека, что в ней нет места для праздника, и он идет и начинает это заменять химией? Не, ну, как правило, я бы тут с вами поспорил, не сказал бы так по одной простой причине. Потому что, в принципе, у человека здорового психически, в первую очередь, я же говорю про соматические, психически, всегда есть понятие критики к состоянию, к тому, что он делает. Вот. Когда человек, получается, попадает в какие-то, ну, в стрессе, в стрессе находится, да, там, какие-то проблемы, самое простое, это пойти по пути наименьше в свое употребление и, употребив какое-либо психоактивное вещество, забыть какие-то стрессы, проблемы, вот. Но однократное, говорю, употребление вызывает-то потом зависимость. Ну, и самое страшное, что всегда человек оправдывает себя. Да, что один раз попробую, и ничего страшного не будет. Да, ничего страшного не будет. К сожалению, наша программа подходит к завершению. У меня один последний, очень короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, любой человек может стать наркоманом? Практически. И защита? Защита – это здоровое поведение и отношение к тому, что ты делаешь. Вот. Поэтому Павел Александрович Минаков, врач-психиатр, нарколог, исполняющий обязанности заведующего отделением Люберецкого наркодиспансера, и все мы призываем, прежде всего, родителей, обратите внимание, мы только поговорили об этих табачных смесях, наверняка есть еще, и, к сожалению, будут новые, это всегда идет впереди, лечение или решение проблемы. Следите за детьми, обращайте внимание, что изменилось в их поведении, в их одежде, в их подходах, в их сне, то, как они питаются. Немножечко, как вы говорите, законные представители. Побудьте действительно законными представителями своих детей. С вами был Николай Пивненко, программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова